С самого простого поговорим про программирование, что это такое. Кто знает, давайте помогать. Кто не знает, попробуем узнать, что это такое. Что такое программирование и для чего оно нам надо? Кто может сказать? Что пришли стать программистами, должны знать, на что вы идете. Что делает программирование? А какие задачи? Самый простой вопрос, да. Ну программирование это глагол, это методействие. Ну правильно, да. Это процесс, я думаю, что он начинается с разработки алгоритма, а потом уже зависимость от языка, запись программы, ну и так далее. Ну да, для чего оно нам надо? Ну да. По простому это сначала алгоритм, а потом написание этого алгоритма, программы. Ну очень важно. Схему составить. Это уже идет как бы сам процесс, а для чего он нам нужен по себе? Для реализации, для решения определенных задач, математических, ну и так далее, зависимости от цели. Не, ну в принципе математические задачи можно и на листочке решить, то есть как бы тут программирование... Если сложные, ну и... Тоже все зависит. Это больше для автоматизации, нет? Ну да. Для того, чтобы человек уже не должен участвовать в другом, просто вводим данные, выводится результат. Уже не нужно, чтобы другой человек записывал, просчитывал, за это делает машина. Да. Сокращение времени, допустим, в фирме что-то сделать, обычно бы человек взял бы, просчитал бы, это заняло бы 3 часа. Машина это сделает быстро и требует зарплаты, допустим. Ну... Требует заработки, да. Да, всех нас окружают машины, уже 21 век, да, все уже более современно, даже ребенок рождается, уже с телефоном сидит, нельзя без этого представить. Любая машина имеет в себе, как бы, свой мозг, свой центр управления, этот центр процессор. Как бы... Тот же терминатор все видели, да? Ну, Skylade уже не требует. Ну, вот, да. Процессоры Skylade уже пошли. То, как работает любой компьютер, любая кофемашина, даже у нее есть какой-то процессор. Там, где ее мозги, грубо говоря. То, как она думает, как она решает какие-то процессы. То есть, это центральный процессор. Центральный процессор, но он идет в основном в связке с операционной системой. То есть, это не сама по себе сущность. Единственная проблема в чем, как понимает язык компьютер. То есть, как ему можно сказать что-то сделать. То есть, компьютер понимает язык в единичках и ноликах. Любую команду он исполняет, это нолик и единички. Это машинный код. То есть, машинный код это язык самого процессора. Тот язык, который он понимает. Можно писать, конечно, на этих ноликах и единичках. Такое низкоуровневое программирование. Но оно как бы нам дает новую проблему. Человеку сложно запомнить все эти команды, весь набор, который очень похож на комбинации нолика и единички. Ну, сколько вы можете так цифр будете запомнить? Чтобы воспроизвести какой-то текст в двоичной системе. Ну, буквы тоже напоминают. Например, фотошопы, что пользуются буквами для... Да. Ну, чуть-чуть сложно для человека, накладно это сделать. Поэтому, как бы, приходят на помощь программисты, которые пишут программы на языке, понятные для человека. То есть, синтаксис, обычные слова. В программке мы увидим, как они написаны. Можно читать свободно. Даже не имея никаких навыков программирования, более-менее какую-то суть можно уловить. Какие-то языки, английский чуть-чуть, два зависит. Все. Можно уже что-то понять, что программа должна делать. Единственный нюанс остается в том, чтобы... Как компьютеру понять это все. Как его перевести в этот машинный код. То есть, есть у нас какой-то код, который пишет программист. Есть какой-то код, машинный код. Вот это нолики, единички. И вот у нас это вот связка. Надо как-то это все сказать. Как это все сделать? Тут как бы уже идет ветвление на разные языки программирования. Java в свою группу идет. Там плюсы чуть-чуть по-другому работают. Процесс, который переделывает код, понятный для человеческого глаза, в машинный код, называется компиляцией. То есть, тут упоминаем. Ну и делают его программы, соответственно, компиляторы. Это то, что вы должны были установить JDK. Это своего рода этот есть компилятор, который нам будет помогать это все сделать. Тут как бы есть такой нюанс. В чем преимущество Java? Кто-то слышал? Java виртуал машин, то есть там. Не, это просто платформность, а преимущество заключается в том, что код в Java работает и компилятор как раз у Java виртуал машинки выступает в роли компилятора и одновременно исполнителем этого кода внутри самой Java машины. То есть, сама программа, она не знает, что она находится в виртуальной среде, она просто выполняется в самой Java машине. А Java машина отвечает за соединение с внешними устройствами и так далее и тому подобное. То есть, для того, чтобы выполнить свой код, достаточно установить Java виртуал машин на любом устройстве, где это можно установить. И любой свой код в Java можно выполнить в любом устройстве. Это одно из тренингов. Да, почти все верно. То есть, есть такое выражение в Java Write once, use anywhere. То есть, написано единожды, используется где угодно. Написав программу на каком-то другом языке, ну, в C++, банальный пример, многие авторы приводят его, вы должны будете перекомпилировать программу под разные процессоры, под разные операционные системы. То есть, это немножко затруднительно своего рода. То есть... То есть... Да. Java вы пишете один раз, компилируете ее и ее код уже работает на любой машине. Но не все так просто, как бы есть свои нюансы. Например, сейчас... Я хочу понимать эту проблему. Все сейчас хотят, чтобы, например, додаток, какие-то сдаши и на iOS працювали, и на Android, и на Windows все працювали, и на Linux. То есть, все хотят укрити бизнес. Ну, максимум клиентов укритий бизнес. Да? И когда ты, например, залежишь, пишешь на C++, ты чётко залежишь от Windows. Ну, значит, твои клиенты должны пользоваться в Windows. И что вы как-то не на Абликатура, а в определенной карте? В определенной карте. И если ты пишешь на жаре, то там нет такой залежности. Ты им покажешь... Я пишу... Я пишу один тот же самый код, да? Я один код написал, но как его запускать, я за это не буду использовать. Да? Да, это другая штука. Поэтому я могу и там, и там, и там все. То есть, в плане бизнеса, это круто. Что я могу додать людей на самом деле в Java. И так же на Android я пишу, да? Я не знаю, какая версия на том, где. Но и в бизнес. В плане оптимизации она лучше ходит? В плане оптимизации для каких задач она так же функционирует. Игри на Java не пишут. Но, например, так, про працювание великих объемных данных, Семьера. В Java нормально показывают себе, где они значат. На Android можно и на Java, и можно и на США написать. Там, как ты пишешь, а есть то, что какие-нибудь, у меня культуры и компьютеры туда пишут, да? Ну, можно и на Java писать. А в интернете ребята скажут, что пишут на США. Да. И как это Java делает? То есть, если плюсы сразу берут наш код, компилируют его в машинный код, нольки-единички, для каждого центрального процессора со своей командой, то Java, компилятор, он своего рода создает промежуточный код, который называется bytecode. Это что-то усредненное между понятного для нас языка и с этими единичками ноликами. Ну, мы сможем что-то понять, но мы увидим сегодня. То есть, пример, мы сможем открыть этот bytecode, посмотреть, как он выглядит. И вот этот уже bytecode, он уже будет читаться каждым центральным процессором. Но для этого, конечно же, нужно будет установить JVM, виртуальную машину. Часто, наверное, может, когда на YouTube заходите, там обновилась версия Java, да? Скачайте. Видели такое? Java устарела. Вот этот вы скачиваете, вы устанавливаете себе виртуальную машину Java. То есть, та штука, которая будет читать все приложения Java, которые вы будете подкачивать с интернета и тому подобное. Это программы, они заточены под каждый процессор свои. В чем их плюс? Они читают все bytecode. Но каждый его уже расшифровывают сами. Вам не стоит беспокоиться о том, чтобы скомпилировать программу вот в какую-то машину. Вы компилируете ее одиннажды, делаете вот этот вот пишете код, bytecode, который будет запускаться на каждом процессоре. А тот уже, кто будет использовать вашу программу, он уже должен будет позаботиться, чтобы на нем стояла виртуальная машина. Зачастую пользователи это все делается автоматически, никаких проблем не составляет. То есть, по сути, чтобы написать программу, нужно не особо многое, да? Давайте посмотрим, что нам нужно. конспектик в XMind. То есть, вам нужен текстовый редактор для того, чтобы банально написать какие-то команды. Нужен будет компилятор, чтобы перевести все команды в промежуточное состояние, байт-код. Нужен будет интерпретатор. Зачастую он уже у всех установлен на машине, который сможет прочитать этот байт-код. По совместительству все это называется GDK, в котором, ну, вы должны были скачать интегрированная среда разработки. Ну и, в принципе, из всего этого уже можно написать какую-то свою программу. Сможем даже попробовать сейчас. Если никто не возражает. Отлично. То есть, только давайте чуть-чуть отойдем в сторону, залезем в нашу консольку и там порыскаем, посмотрим, что есть. Кто знает, что такое консоль? Что такое, для чего надо записать? Скажем так, консоль, ну, это командная прокат, которая называется командой, примитивного нормального форму команды для обработки, ну, работы старой системой, и циферационной системой, то есть, более-менее, как. То есть, все, что мы видим, это графический интерфейс. Все то же самое, что делаем в графическом интерфейсе, можно на миг по морозу делать с помощью командной работы. Все супер готовится. Как бы командную строку следует знать. Это то, что разработчик должен знать, и поэтому мы начнем ее чуть-чуть изучать, дальше вы будете тоже ее изучать, дадим вам линки на обучение по командной строке. Штука хорошая, нужная, она делает вас независимыми от операционных систем. Нет, она делает независимыми от Windows. Ну, да. Как вызвать командную строку? Называем Windows R, шорт окей, набираем cmd, жмем окей, и у вас появляется консоль. Т.е. тут пишется ваше местонахождение, то есть это диск C, users, ну и уже какой дизайн вы есть. Абсолютно верно. Можете путешествовать по своей файловой системе, можете смотреть, что где находится. Для этого есть определенные команды, сейчас мы парочку из них рассмотрим, дальше уже будете изучать их более-менее самостоятельно. Т.е. самая простая команда, как посмотреть, что находится в вашей папке. Команда dir, перечень. Ну, ребята, ну, кто бы кто был, у нас Леша сказал, что у меня хопс, у нас входит такая уже модная штука, конечно, она не так была, не так далее, цармина, зачем. Ця людина, яка наваштовывает environment, яка наваштовывает якийсь компьютер для работы, на нём будет докрутиться с Java, и цей компьютер надо наваштовывать. Я думаю, т.к. это Java крутится, там есть, там, load, баланс, ну, короче, куча всяких белизных тензивов, яка дозволяю организовать эту работу. И выходит, мы часто налаштовываем компьютер, який седр, а седр это штука без видеокарты. А штука без видеокарты, она не может тебе показать графический интерфейс. И там нет процессов, там нет оператива, там нет все. И ты, как бы, заходишь на него, вот такая вот штука, ну, такая черная экран, да, и ты можешь будете якусь керувати ним за допомогою команды. И, если, например, организм умеет это делать, это это, да, ему великий плюс, выникает еще и Uber Ops, да, а зараза еще и грошей в плане его приходит. Тобто, это, как бы, и звонят отмена, это очень полезно. Знать, как твоя система работает, и начать вводить какие-то свои команды не только через метрический интерфейс. то есть, можно тут же так же проверить, как вы установили свою GDK-шту, правильно, неправильно, простая. Установили ли. Ну, установили ли тоже, да. Команда java version. java, пробел, тире, вершин, нажимаете enter. То есть, показывается версия java. Но это показывается версия не компилятора, а версия интерпретатора, то есть, вашей виртуальной машины. Ну, в принципе, у всех должна быть установлена. Кто, куда установил, помнит? Давайте перейдем в папочку, где она установлена. Чтобы пройтись на самый верх, то есть, в корень диска, вам нужно набрать CD и слэш, по-моему, да. Да, CD и слэш. Вы выбираете из корень диска. То есть, проверим, что здесь находится. Вот, Program Files. У меня все установлено в папку java. У вас, скорее всего, Program Files ставили, да? Ну, давайте перейдем. Как переходить? Для перехода в разные директории существует команда CD. Это сокращение от слова change directory. Change directory. Что для этого надо? Пишите команду CD и пишите, куда вы хотите перейти. То есть, ту папку, в которую хотите зайти. Я хочу зайти в папку java. Компьютер вам поможет сократить набор. Особенно, если текст довольно-таки длинный. Чуть-чуть поможет. Давайте проверим. Вот, видите, я уже тут нахожусь в java папочке. Можно проверить даже ее содержимое. Гир в директории. Вот, у меня есть две папочки. JDK, GRE. Давайте зайдем в папочку JDK. JDK. Посмотрим, что в ней находится. У меня есть под папка BIN. Давайте заглянем на нее тоже. Компьютер выходит, оставим. На адексе практически нужно писать полностью. есть там JDK, 1, 6. Сотряд, куда ты хочешь зайти. Если ты пишешь папку java, пишу CD. У тебя есть папка java, да? Ты вставил да. Она программировалась, а потом java. Да. Дальше ты пишешь CD, JDK и свою версию. Ну можешь табуляции. А если просто JDK мы ее не найдем, да? Надо полный будет. Да. А ты читаешь? Да. Полный и правильный. Один в один, как это она мне через DIR вызвала? Да. Попробуй табуляции сделать, она тебя упрощит. О. То есть надо вот это все делать, да. Потом заходим в папочку BIN. BIN, да? Да. И тут можешь через DIR посмотреть, что у вас находится внутри вашей папочки. Да. Куча программ. Тут есть такой файлик java.exe. Да. Вот это и есть компилятор. Наш помощник, который будет нам все помогать. И мы можем проверить его версию. Java c. Version. То есть. Все будет. У всех получилось. Версия. Версия. Вершия. 중요한. 裡面 билда к Complete. Ув blah blah blah.. markets. tudo. Gentleman c. vielen. bib jerk. Спасибо. 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 В чем может быть сложность? Нам надо будет вызывать часто этот компилятор, но сможем ли мы его вызвать с любого места программы, с любого места положения в нашем файловой системе. Своего рода, когда мы хотим включить какую-то программку, мы часто заходим в директорию, где она находится, и кликаем на нее. Не всегда удобно. Для этого мы создаем зачастую ярлыки, которые нам в этом всем помогают. То же самое можно сделать и для этого компилятора. То есть может уже из вас кто-то это сделал, может кто-то и не сделал. Давайте проверим это. Для этого перейдем в любое место, я в корень диска c перейду, и вызову ту же самую команду. Команду java c version. Я свободно могу обратиться к своему компилятору и спросить, какая у него версия. Он мне отвечает. Это я говорю с диска c, с корня. Попробуйте сделать вы тоже так. Перейдите в корень диска c, для этого выбираете команду cd change directory, пробел и ставите слэш. Таким образом вы переходите в корень диска c, и после этого вызываете команду java version. Для того, чтобы снова не печатать программы заново, можете пользоваться стрелочками вверх-вниз. А он у меня пишет, в жало цене меняется, или нет, или нет, или нет. Ну, не обязательно, то есть. Да, абсолютно верно. Как это делается? Заходите в мой компьютер. Можно в Windows E. Быстро запускается. Свойства. Дополнительные параметры системы. Переменные среды. И здесь ищем такую переменную, как path. Нажимаем на нее два раза. У вас появляется куча текста. Желательно его не удалять. Иначе будет чуть-чуть некомфортно. Что вы должны сделать? Все помнят, куда вы установили gdk? Да. Обычно никто не стоит. Просто нравится, нравится. Да. То есть, попросту, как это сделать? Зайдите в папочку gdk, в bin, нажмите на путь, Ctrl-C, и скопируйте этот путь. В папочку bin? Да, в папочку bin заходите, то есть, до папки bin надо все скопировать. После того, как вы скопировали, в значение переменной, в самый конец идете, можете... Общаюсь. У каждого. Хорошо. Спасибо. Да. Продолжение следует... Да. Вы ставите точку с запятой, вставляете путь папочки Вы ставите точку с запятой, жмете окей, 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 перезапустить, консоль нужно будет, перезапускаете консоль, ну и в принципе с этого же места где у вас запустилось попробуйте ввести команду java c пробел тире version Если вы получаете версию вашего компилятора, значит вы сделали все правильно java c пробел тире java c пробел тире java c пробел тире java c пробел тире java c produc java c java c java c java c java c java c Мы показываем, что его можно сделать в комиссии в этой стороне, а просто показать какую-то систему изменений, и в связи, что ты показываешь систему изменений, и она будет использована другую программу, або деинфертація. А как в России? В России. В России. В России. В России. В России. Ну, на римоксеислений, этот уровень даст. Какие команды постройки вkwbanad, но самое главное. Я хочу это проверить, вы сейчас можете выбирать команду Apple, как проверить, мне какую-то измену сюда. Да, я хочу посмотреть на что-то, и потом я обратился к этой измене, которую я только что менял. Я говорю, пас. И она мне показывает, что в пасе, где находятся все разные шляки, до которых ты можешь обратиться. И когда я, например, делаю какую-то команду, например, команда Help, она же тоже где-то находится, эта команда Help. Она имеет свое расширение. А она находится в System32. В таком плане. Там, вы понимаете, где оно все лежит. Что там же, какие команды? Да, Help показывает все команды, которые могут быть использованы в вашей консоли. У всех все получилось, да, по сути? Да. Давайте попробуем написать свою первую программу. Я советую вам создать какую-то отдельную директорию, в которой вы будете писать все свои программы. Чтобы не путаться, можно ее даже будет создать на диске как-то другом. У всех несколько дисков есть? Отлично. Как перейти на другой диск? Кто как думает? D. Slash D. Slash D, да. D. Slash D это не означает, что вы, если переходите на диск E, должны ставить Slash E. Переходя на диск E, тоже надо будет ставить Slash D. Да, то есть, чтоб не путались. А Slash D, а где вы что-то? Меняет диск. Да. Можно просто написать D двоеточие, автоматически перейти на той диск E? Ну... D, сам D двоеточие просто? D двоеточие. Работа. Я нажал C двоеточие, но мне нужно дисконтрироваться. Два закинулась. Ну да, но... Если C двоеточие в предыдущий фронт открывался там, где ты находился, то перейти не получится и обратно. То есть, диск D. Можете создать папочку Java, допустим. Папочку development. Посмотрите, у меня есть Java. Посмотрите, что у меня там есть. Я хочу создать папочку, в которой я буду все писать. Как-то называть ее development. Как создать папку? Есть команда mkdir. Пишется она так. mkdir. Все слитно. Make directory. Все как-бы в принципе понятно. Ставите пробел и пишите название папки, которую вы хотите создать. Проверим, создалась она или нет. Вот она здесь, папочка development. Переходим в эту папочку. Нам нужно будет… Нам нужно будет… А здесь у меня уже есть какая-то папка с такими зами. Нужно будет нам создать какой-то файлик с расширением Java, в который мы будем писать весь наш код. Создать файлик, если я не ошибаюсь, файлик type создает md. Можно просто… Вот вам… Пожалуй… Пожалуйста, вызов. Команда notepads любого места вызывает вам блокнот, в котором вы все можете писать. То есть, в принципе, блокнота нам хватит, чтобы написать свою программу. Что представляет собой Java программа, Java код? Вот… А эти файлы надо оставить, потому что и папки не вызваны. Или надо файл сохранить? Нам надо будет его сохранить. А там может notepad указать имя файла. И какие-то люди будут появляться. А нам надо будет сохранить карточку. Попробуем это сделать. Через пробел, да? Да. Notepad, пробел. И опять, когда показываешь notepad, и пробежим у него файлы. И скажешь, а имя файлы не мая, знаешь, я буду использовать. Можно и так, а тут полетать этот видный нажбат и сохранить карточку. А вот… Спрашивай… Да. То есть, файлы нет. Java код представляет собой какую-то брошюрку из книжки. То есть, есть таблошка, есть содержимое. Оглавление. Ну, оглавление тоже. Ну, в принципе, нужна какая-то обложка. То есть, то, что будет обрамлять этот код, чтобы программа, компилятор видел, откуда ему начинать работать, где ему закончить читать. Для этого есть определенные ключевые слова. Public class – это будет ваша палитурка вашей книжки после этих двух слов. Потом вы должны будете указать название вашей программы, название вашей книги. Тут есть один маленький нюанс. Название вашей программы, которое вы укажете здесь, и название вашего файла, который вы создали, они должны совпадать полностью. Если такое не будет, компилятор будет ругаться, он скажет, не-не-не, неправильно это делаешь. Название программы, вот это вот класса, классы в Java не называются, и есть свои определенные нюансы их правила написания. Пишутся с большой буквы, латиница, не начинается с цифры, не начинается с цифры. Это классы, поэтому… Да. И файл наш должен начинаться. Да. То есть, по классике можно назвать first program. Сейчас программ… Смотрите, как я написал first program. У меня два слова. Первая программа, да. Есть разные стили написания вот этих вот именований. Можно писать… Часто все видели через нижнее подчеркивание слова связывать. Такой стиль называется snack case. То есть, змеиный стиль. Ну, чем-то похоже на нюичку длиннее такое. Стиль, в котором я написал, называется camel case. То есть, верлюжий тип. Он более… Ну, в Java употребляется. Можете писать и snack case, но это будет считаться плохим фоном. Если вы делаете… Да. То есть, программа прочитает все без проблем, но потом визуально человек должен привыкнуть к одному типу написания, чтобы читать код намного быстрее. То есть, все должно свестись к автоматизму. То есть, каждое новое слово вы начинаете с большой буквы. И получаются такие горбы, как у верблюда. Отсюда и название. То есть, public class, название и, в принципе, обрамление всего делается открывающимися скобками и закрывающимися фигурными. Внутри этих скобок мы будем писать наш код. Сделаем более крупно. Единственный нюанс есть. Ваша программа может состоять из нескольких файлов. Так же, как и в книге есть разные тома. То есть, всегда мы начинаем читать зачастую какие-то произведения с первого тома. Компилятору тоже надо будет знать, с какого файлика начать читать программу. И для этого мы должны создать точку входа в нашу программу. Для этого тоже используются такие ключевые слова. Public static void main. Вот эти вот все слова ключевые. Сейчас мы пока пишем это. Выучиваем. Дальше со временем будем разбирать каждое слово. Почему оно используется. Для чего оно используется. Открываем скобки. В скобках пишем string. Квадратные скобки. Arcs. Ну и то же самое. Открывающиеся, закрывающиеся фигурные скобки. Как еще лучше писать? Лучше еще писать с абзацами. То есть, как и любая книга, все читается проще с какими-то отступами. Визуально все проще воспринимается. Компилятор Java не понимает пробелы, отступы строк. Для него что один отступ, что десять отступов, он его читает одинаково. Это все делается для визуального восприятия программиста. В принципе, имена вы пишете все с большой буквы. Какое-то новое смысловое выражение в тексте, новый абзац. Разделяете предложения точками и так далее. Программирование то же самое. Тут идет написание кода, который мы будем читать. Что мы хотим сказать компьютеру. По классике жанра первая программа является Hello World. Привет, мир! Что я рассказал компьютер, давайте мы это тоже сделаем. Для того, чтобы компьютер вывел что-то в консоль, есть определенная команда. Команда называется system.out.println И то, что вы передадите этой команде, будет выведено на консоль. Команда выглядит целого рода так. system.out. Что-то выведем не наружу. println Можно использовать print. Разница от println состоит в том, что после того, как будет выведен какой-то текст, каретка будет перенесена на следующую строку. И оно будет визуально более красиво смотреться. Вы можете попробовать print сделать. Посмотрите, как текст будет выглядеть. Следующая строка будет сливаться с вашим текстом. Да. Абсолютно верно. То, что вы будете передавать какой-то текст, хотите чтобы выбился, вы это его заключаете в круглых скобках, а сам текст в кавычках. То есть, мы хотим, допустим, hello, hello, вывести на экран. И в конце ставим точку с запятой. В конце нашей команды. Все команды в Java заканчиваются точкой с запятой. Это, как бы, правило. Хотите, не хотите, но надо. Ну, в принципе, на этом все заканчивается. Сохраняйте. Что, Java? Да. С расширением Java. Не забываем, что имя файла должно совпадать с именем вашей программы. На расширение ставим Java. Можно будет проверить через команду dir, что у нас получилось. Создался файлик. 120 байт. Как перейти наверх команду, я еще вам не рассказал. То есть, cd, пробел, двоеточие. Не двоеточие, а две точки ставим. Вы переходите на один уровень вверх. То есть, своему отцу папке это. Такой нюансик. Ну так, смотрите. У нас уже есть код в тексте. Что нам осталось сделать? Нам надо его перевести в байт код. В промежуточное состояние. Правильно? Как это сделать? Кто у нас это все делает? Компилятор. 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 Как нам это сделать? Аналогия с Notepad. Вызываем компилятор. Он у нас java-sync. Java Compiler. Ставим пробел. И говорим ему, какой файл мы хотим скомпилировать. Если вы находитесь в директории, где ваш файл, то просто указывайте этот файл. Если вы находитесь в другой директории, вам нужно будет указать полный путь к этому файлу от вашего местоположения. В нашем случае мы говорим про sProgram.java. Пожалуйста, скомпилируйся. Нажимаем Enter и смотрим. Если ничего не произошло, значит все хорошо. Как это проверить? Называем команду dir и смотрим, у нас появился новый файл с расширением класса. Можно зайти в него, посмотреть. Что в нем находится? В нем находятся какие-то символы, текст, код. Вот это вот байт-код. То, что я говорил. Прямошуточное состояние. То, что уже будет читать Java Virtual Machine. В жаре, то как нам его запустить, этот код? Кто у нас читает код? Байт-код. JVM. JVM запускается обычной командой Java. И вы должны указать путь уже не к файлику в вашей программе с расширением Java, а к файлу с расширением класс. Единственное, вы не указываете это расширение. Указываете просто название файла. То есть расширение не указывается. Называете Java, пробел, cross-program. Жмете Enter. И на экране получаете вы вот то, что вы написали. Написать могли все что угодно. Главное, чтобы это было написано в скобках. Кто-то сделал так, что у него выбило ошибку? Ну, я написал в начале, что он только класс. А в самом, при компиляции, кого-то ошибки повылазили? И указывает место где. Я вспомнила там где класс. Там где класс, что? Мы указываем сохранение для расширения Java. Окей, смотри. Мы смотрим папочку, которая явно, да? Вот. Это и есть этот файлик по идее. Тебе нужно его скомпилировать теперь. Для этого ты вызываешь компилятор Java C. И указываешь, какой файлик ты хочешь скомпилировать. С какого файлика ты хочешь создать твой bytecode. Только не класс, а Java. Указываешь свой файл полностью. Java C. Пробел. Подойдет. Окей. Так, хорошо. Эта консоль работает как бетон, для того. Она еще при компиляции. Да, она пока указывает место. А синтаксически это проявили ошибки? Ну, компилятор видит, где ты ошибся, да. Синтаксически. А как запустить потом? Сказал, что ты где? Это просто Java C. Да. Без расширения указываешь. То есть, в принципе, если у вас получилось, я поздравляю, вы стали программистом, да. Ну, я скажу, с таким успехом я практически все языки знаю. Давайте сделаем переменку небольшую, 10 минут, чуть-чуть расслабимся и пойдем дальше. Я покажу, как уже работать чуть-чуть, чтобы было удобнее, быстрее. Так, ну, можно работать, но это немножко затруднительно. Можно ускорить наш весь процесс. В принципе, есть старожилы, которые пишут все в блокноте. И им это нравится. Ну, скорее всего, они NotPAD++ используют. Но есть люди такие, которые отказываются от интегрирования своей разработки, пишут. Да. Они используют что-то похожее на текстовый редактор. Но там такой текстовый редактор, потому что уже можно налаштовать ответы на рахунок материалов. И так, как разобрали. Можно писать, но чуть-чуть долго, неудобно. Что вам еще? Ну, литературу дам. Xmine этот файл я вам скинул. Тут есть все линки на литературу, на все то, что мы говорили о программах, все есть ссылки. А нужно нам будет еще интегрированные средства разработки. То есть, то, что нам будет помогать проще. Оно будет сочетать в себе и текстовый редактор, и виртуальную машину, и компилятор. То есть, все вместе с копом собрано. Не надо будет тратить время на то, чтобы каждый раз допускать файл и компилировать его. Ну, долго будет, особенно если баги будут лезть. И плюс, там намного быстрее писать эти все команды. Будут показываться ошибки грамматические. Если вы в слове каком-то допустили ошибку, допустим букву пропустили, все, команда уже будет не работать. Копилятор не прочитает ваш код и... А так вы будете сразу видеть в такой строке, что не так, вам подчеркнута будет. Разрабатывать можно как и в NetBeans, как и в Eclipse, так и в Intel GDA. Я предпочитаю Intel GDA. Можно в Eclipse, но мне не пошло. То есть, Eclipse идет бесплатно полностью, если я не ошибаюсь. Intel GDA пишут его ребята из JetBrains. Они его пишут платно, зарабатывают на этом деньги, вкладывают в продвитие счета. Есть Community Edition, то есть, можете использовать бесплатно. Некоторые функции будут недоступны. Есть более такие расширенные платные версии. Комьюнити стоит, ну нормально стоит. Community полностью хватает на начало. Можете пользоваться платной, но там, по-моему, каждые полчаса она выбивает его. Надо будет перезагружаться. Платная Community, она обычно на 2D для... ...проекта... ...пульсность есть. Третий проб в элементах базы просто. Там, типа, переводки, революки. Нам на ООП, на базе, навіть на половині проб достачает Community. Я не могу вам говорить, что... Хорошо. Ломайся. Можешь написать. На доске, на заде. NetBeans не пробовал. Не знаю. Да. Она, конечно, ресурсов реальный, эта идея. Да. То есть, там минимум, по-моему, нужен 1 гигабайт оперативной памяти. Ну, даже 2, я бы сказал. Одного не хватает. Будет очень долгий. От двух и выше, если у вас есть, ставьте идею. Да. На старой новой, я не нашел старую идею. Какой-то, по-моему, десятую, или там еще раньше. Чтобы она... ...потребовала... ...потребовала... Ну, так... Ну, они совсем не жильяки. А вот. Ну, можно и старые дюки. Эклипс. Хватает. Смотрите. Разрешено работать. Гарный интерфейс. Уже нам много кращий, не ж настав. Вже, тяки заради цього, можно вкачать IT, чтобы интерфейс был. И... И... Ифирали за вас таки речи назад. NextNet. Project Name. А теперь что? Ну, смотрите, как можно прочее. Можно сразу в Location его указать, да? А можно и в Location? Смотрите. Там просто, если ты и так, и так тебе указываешь. Просто у них немає цього проекта. Немає цього проекта. Так зачем? Мы сейчас создадим. А. Смотрите. Project Location. То есть, помните папочку Project, которую мы создавали? Где наши будут проекты хранить? Давайте зайдем в нее. У меня будет папочка Java моя. My Development. Вот здесь, в принципе, teaching. Вот ArtCode. Да? Я хочу в этой папочке ArtCode создать папку с вашей группой, с вашим проектом. Наш проект будет называться ACB16. Как это сделать? Вот. Такая вот кнопочка есть. Создать новую папку. Я ввожу ее имя. ACB16. Вот он. Я говорю, что я хочу, чтобы это был мой проект. Выбираю ее. Нажимаю ОК. У меня автоматически Project Name берется вот. ACB16. Будет он находиться, мой проект, вот этой вот папочке. То есть, когда у вас так произошло, ну, выбираете просто папочку вашу Java. В ней создаете какую-то папочку с вашим проектом. Называете его, можете, там, My Project. My Base Project. Такое вот. И в этой папке мы будем писать весь код за эти три недели, что мы будем здесь. Когда все указали, жмем Finish. У нас этого не должно быть. Ну, открывается проект. По сути, вот эта папочка ACB16 и в ней файлики какие-то сразу создали. Я могу перейти, посмотреть, что в ней находится. То есть, через проводник папочка Java, Development, Fitching, Artcode. Вот эта папочка ACB16. Это ваш проект. Заходим внутрь. Ну, пожалуйста. Тут еще, ну, все пусто. То есть, папочка синенького у вас SRC есть, да? Да? Должна быть светиться. Нету? Ага. А GDK? Давай, скажи. Смотрите, когда вы создаете проект свой, у вас тут должно быть GDK указано. Если его нету, вам надо его подтянуть. Что для этого сделать? Так. GDK. Вот оно. И указываете путь той GDK, которую мы прописывали в консоли. Помните? В PEST. Только единственный нюанс, как это все делается. Если там мы указывали вплоть до папочки BIN, то здесь мы папочку BIN не указываем. над ней. А ты так становишься через APTGET? Та не надо мне тут APTGET. Я выбираю. Я выбираю. Я выбираю. Это не только для того, чтобы запускать. Например, вы их юзер, да? Если вы все сделали правильно, у вас должен появиться такая вот штучка. Папочка с вашим проектом. Открываем. Папочка идеи. Папочка SRC синяя и ACB. Ну, название группы, файли KML. Ну и плюс External Libraries. Что это такое за External Libraries? Это внешние библиотеки. То есть это по сути та вот JDK, которую мы подключали, да, указывали. Она содержит какой-то набор инструментов, позволяющих работать с кодом. Вот этот вот путь к ней мы прописали. И вот она подключена. Те библиотеки, те команды, которые мы можем использовать теперь в нашей вот этой вот идее, программе. Код, который мы будем писать, будет помещаться в синенькую папочку SRC. Source Code. То есть исходный код. Тут тоже мы будем структурировать и все по папочкам, чтобы более-менее был какой-то порядок. Можно было более хорошо ориентироваться в своем коде. Как создать новую папочку? В папочке у нас здесь будут называться пакеты. Правая кнопка New Package. Вводим имя пакета. То есть я называю WIC1. Ну, так как у нас день первый, я тоже по дням буду разбивать, чтобы код не путался. Примеры, которые будем рассматривать, буду все более-менее структурировать его. Как можно еще создать быстрее? Alt, Insert. И то же самое, в принципе. Выбираем Package и Name. Я называю Day1. Enter. Все, появилось все в одной строке. Можно сделать его в древовидной форме в структуре. Как это сделать? Есть у вас тут шестеренка. Видите? Нажимаем на нее, выбираем эту галочку. Compact Empty Middle Package. Что это значит? Если у вас вот эти вот папки пустые, оно их в одну строку сливает, чтобы они места не занимали. Если мы убираем эту галочку, получаем такую вот древовидную структуру. У нас есть папочка SRC. В этой папочке SRC есть папочка WIC1. В этой папочке WIC1 есть папочка D1. В принципе, это все можно просотреть здесь. Заходим. Наш проект. Есть папка SRC, есть папка WIC1, есть папка D1. Вот оно все хранится. И в этой папке D1 мы будем создавать нашу программу. Помним, мы создавали такой файлик с расширением Java, да? Как он создается? Либо правой клавишей New Class, либо Alt Insert. Выбираем Java Class. Называем его, как мы его называли, First Program. Жмем Enter. И что у нас получилось? У нас, по сути, уже часть кода написана за нас. Да? Паблик, класс, все с программ. Уже не надо писать это все. Смотрите, даже скобочки красиво расставлены. Там правильно. Делаем отступ. Нам надо написать public static wait main. Правильно? Начинаем писать. public static, видите? Даже вспомогающие окна появляются. Void main, скобочки открывающиеся, string появляются. Что там ставили? Квадратные скобочки. Arcs. Так. Смотрите, что произошло. Я поставил только одну открывающуюся скобку. Она у меня автоматом сразу закрывающуюся поставила. Курсор между ними. Чтобы я нажимаю Enter, они у меня уже так красивенько друг по другом ставятся. А, ну, как свечи. Да. Если мы какие-то слова не так пишем, то... Вот смотрите, помните, как я там wait написал, да? Пожалуйста. Wait. Красная. Все. Тут тоже красная светит. Ну, подчеркиваю. Тут красная. Тут красная. Нет, неправильно. Тут тоже подсказки вылазят. Ну, просто все сделано для вас. System out println. Да? Писали вручную. Можно сокращенные команды, из которых вам позволяют. Пару буквы написали. Сразу весь метод появился. Я пока вам их не говорю. Для того, чтобы вы пока ручками учились их писать. Для того, чтобы в случае, если вам дадут листочек белый, попросят написать код. Чтобы вы не пугались. Просто если все делать через вот эти вот short key, hot key, вы как бы, ну, не будете задумываться о том, как код выглядит. И порой это может быть такой довольно-таки значительный пробел. И ваша хелестовая пита будет. Поэтому, ну, пробуйте пока все руками писать. Ну, и внутри мы тут что писали? Hello world. Да? Все написано. Все написано. Видите, оно даже подчеркивает hello неправильно чуть-чуть. Ну, тут уже такое. Можно фейлинг. Оно даже грамматические ошибки различает. Ну, реально. Все для вас. Просто пользуйтесь. Ну, как запустить этот код? Делается все очень просто. Сверху у вас есть run. Открываем. И нажимаем run. Либо alt shift f10 сочетание клавиш. Либо выбираем class. Правая клавиша. И снова run first program main. То есть вариаций запуска много. Нажимаем. В программке это есть своя консолька. Вот она. Показывает вам вывод на экран. В случае, если где-то сделали ошибку, у вас красное слово. Запустить вы это не сможете. У вас сразу появляется какая-то ошибка. Она говорит, ты делаешь это неправильно. Вот восьмая строчка кода есть. Тут не то. Исправляем. Run. Можно перезапускать здесь. Все. Только по поводу этого перезапускания. Тут нужно быть аккуратным. Смотреть, какая программа у вас выставлена здесь. Старайтесь всегда вывести на программу метод main. Правой клавиши run. Смотри. Либо сверху есть run. Run. И выбираешь run. Если все good, то в консольке появляется Hello World. Либо... ЖДК, да? Смотри. Город. Город. Смотри. Смотри. Вы ее купили в CTD. Смотри. Смотри. Или в обоих детали. Я не буду покупать. Это вроде бы уж пар. Еще раз. Покажи. Вы чего? Будь то нагрешнее. Я не знаю. Так. Город. Не знаю. В HEA. Я знаю. В HEA. В HEA. В HEA. То есть по сути, ну, работа здесь не очень сильно есть. приятнее, да, даже красивее разные цвета и все выделяется в случае чего сразу подчеркивается ну все для людей, это вам не консоль ну мы код будем уже писать здесь в принципе всегда консолька-то тоже будет трогаться без нее никуда но очень редко будем ее видеть что еще хотелось бы сказать ну в принципе у нас уже есть все для того, чтобы можно было работать дальше мы с вами все сделали можно теперь начинать к тому программирование сами азы вот эти, да, вот рассматривать вот как хранятся вообще данные у нас на компьютере кто что знает в каком виде они хранятся где именно они хранятся ну я могу сейчас сказать при ячейке где-то там они разбросаны да ну я просто поражала вещь он говорит если бы удаляешь файл то на самом деле он с компьютера не удаляется он где-то там валяет ну я не знаю сколько это сошли ну он затирается но не весь может затереться то есть не можно удалить микроволновой печки да я его, допустим, открыл документ удалите я его удалю, но где-то там как-то разбросан да, он не удаляется как таково ну сто процентов не факт, что удалится он может и удалиться, а может полностью остаться то есть такое вот ты удаляешь адресацию ты не удаляешь безпоследний сомненький и сейчас то когда форматуют диск да, знаете, какогосло восстановление диска то это означает, что ты адреса втрата ты не знаешь, как вернуть в добрый ступанчик но она сама есть но она как ближе да тебе есть номер, но ты не знаешь, как этот номер найти и что делают эти программы эти взаимодействуют эти деньги я как-то сказал они берут и программа начинает шукать и она знает, как док файл начинается как док файл запрет она знает, как mp3 начинается и она находит тут мае бути что? mp3 шукаешь, шукаешь, шукаешь но проблема в том когда он так восстановлен файли часто имена встречаются ну и такая вам кидают куча док файл и куча анкет это Ну по сути информацию можно восстановить Есть глубокое форматование То есть нельзя восстановить если я его спалю теперь Да И то я думаю можно Диски достаточно разобрать Ну по сути смотрите у нас есть компьютер На самом деле есть какой-то жесткий диск Есть оперативная память Есть процессор То есть процессор исполняет команды Данные хранятся как на жестком диске так и в оперативной памяти В чем отличие оперативной памяти от жесткого диска Жесткий диск там все выжигается лазером И в случае исключения электричества то что было хранилось на жестком диске В этих ячейках оно там и останется Оперативная память чуть-чуть отличается по своему виду Это энергозависимая память Она существует до тех пор Пока есть электричество в вашем компьютере То есть по сути когда вот пример работаем с каким-то Майкрософт офисом да В борде работаем что-то пишем 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 Сохранили нажали там дискетка да такая Нажали сохранить К файлик у вас записался на жесткий диск Потом снова начинаете писать Пишите вы это все в оперативной памяти И как только свет вырубилось Если не сохранилось все что там было все пропало Но если то что было сохранено до этого на жестком диске Оно останется Оно как бы да Я не знаю информацию Я не знаю информацию Я не понимаю где она Да Оно написано в жестком диске Да Где вот это в оперативной памяти Такие процессоры Где но фактически вот там Там есть вот три элементы Которые кстати вот все Кремниевая решеточка да То есть оно физически где-то висит Да Оно есть В чем суть вот этой вот всей памяти Она так же самопредставлена все в единичках и ноликах Да Почему один и ноль Потому что как бы состояние какого-то физического вещества Тут пластины да В оперативной памяти Они могут быть в двух состояниях Намагниченное И не намагниченное Положительный эффект Ну Что-то в этом роде Что-то в этом роде да И поэтому отсюда берется и единичка и нолик Единичка есть заряд в этой ячейке Нолик нет заряда в этой ячейке Этих ячеек уйма И поэтому комбинация этих ячеек уже создает какой-то месседж Какое-то число Какой-то текст Все хранится в комбинации вот этих единичек и ноликов Их множество И по сути как есть электричество Мы можем эти данные хранить Как только электричество пропадает Все данные уже не хранят Да Абсолютно верно Поэтому данные Которые мы будем оперировать в программировании Нам надо под них тоже будет выделять как-то память То есть она память у нас не безгранична Есть какие-то пределы В java то же самое И поэтому Когда вы будете создавать какие-то числа Или что-то Для операции с ними Вам надо Выделить под них память Количество выделенной памяти будет зависеть от того Какое данное вы хотите там хранить То есть по сути Типы данных в java Вот смотрите Как это все будет выглядеть У вас будет Есть оперативная память Да Там какие-то ячейки Я образно их Так укажу Видно Ячейки И в этих ячейках будут записаны единички Нолики Последовательность Уже Какой-то там Вот эти вот ячейки Каждая ячейка Это бит 8 ячеек 8 бит Равняется Одному байту Да Уже такие Более-менее знакомые слова Байт Да Сколько там 1024 байта Это что у нас Один килобайт Ну и Килобайта Один мегабайт Ну И так дальше То есть Данные вот эти вот По сути Когда вы фильмы скачиваете Вы скачиваете вот Вот эту вот всю инфу Которая потом Перерабатывается уже В картинку Которую вы видите перед собой А все хранится вот В таких вот Единичках и нолики Я тоже Прожигаю по сути Его на жестком диске Да Или в оперативку приходит Информация Ну оно идет через оперативку На жесткий диск То есть там все постепенно идет Да А если я смотрю в онлайне То оно только в оперативке Да Жесткий диск здесь уже не задействован Ну Хотя Порой да Бывают такие Аж записываются Хорошо Я даже там не понимаю Да То есть Сотри ты сотришь Оно тебе наперед Что-то может записываться Сохраняться Ну Да То есть смотрите В программировании Там Это не то что Страшные какие-то Математические операции Все так записано Да Что вы думаете Боитесь это Дотронуться Да Тут есть какие-то математические операции Но Их не так уж и много Все очень просто Смотрите Данные Которые у нас будут храниться в памяти Они Java Нашу память Оперативно Разделяют на несколько областей Основные из них Не называются Stack Он же еще Frame Другой это Hip Куча На русском Куча На русском Да Frame Speck Ну Да Смотрите Данные Мы У кого что болит Да Данные будем хранить в этой памяти И для того, чтобы хранить Нам надо выделить под нее какой-то объем Java это строго типизированный язык программирования Оно говорит, если ты хочешь хранить во мне данные Скажи, пожалуйста, какой тип данных ты хочешь хранить в памяти Для того, чтобы я выделила под тебя определенную область памяти Почему это нужно? Допустим, вы хотите хранить числа от 0 до 10 Вам же не надо, допустим, число 5 Как его приставить в двоичном коде? Вот это единички и нолики Смотрите, как это все переводится Визуально, смотрите Мы с вами пользуемся десятичной системой Почему десятичной? Потому что 10 цифр от 0 до 9 Программа понимает все в двоичной системе Нолики и единички Все можно перевести Как это все переводится? Очень просто Допустим, число 5 перевести в двоичную систему Если мы поделим 5 на 2 Сколько это будет равняться в целых и в десятых? Ну, смотри, это будет 2 целых и 1 вторая Правильно? Визуально представляем 2 целых и 1 вторая Ну, это математика школьная Тут я уже не знаю К этому не будем возвращаться Думаю, это просто 2 на 2, 4 4 плюс 1, 5 Вот вам 5 вторых То есть 5 вторых можно представить в таком виде 2 целых и 1 вторая Вот эта вот единичка Мы с вами где-то ставим пометочку Вот она Единичка, да? Записываем ее в ячейку После чего Берем Вот эту вот двоечку Смотри, 5 вторых Да? Выделяйте имущество Выделяйте Сколько целых частей? Можно 2 А сколько остается? 1 вторая То есть из пятерки Можно вытащить 2 целые двойки Да И половинку двойки Да И половинку двойки Вот У нас получается В связи с этим Такая вот запись Да Та, что вверху Снаменателем, да? Или числитель? Числитель, да? Числитель, да? Числитель мы записываем В нашу ячейку Это будет вот наша Первая единичка Угу Целое число Мы снова берем И делим на 2 Сколько это будет? 1 целая 0 0 вторых По сути Берем нолик Записываем здесь Записывается справа налево Вот такой нюанс Берем единичку Делим на 2 Сколько будет равняться? 0 целых 1 вторая Единичку берем Ставим сюда Ну, по сути Ну, по сути все Вот Представление Числа 5 В двоичном виде Вот такое вот 101 Можете зайти в калькулятор Там есть, знаете, калькулятор Виндовсе Там можно выбрать Программист Там уже поиграться Оно вам автоматически будет Переводить тип Из 1 во 2 То есть По сути Чтобы записать Число 5 В двоичном виде Мне надо выделить Всего 3 бита Да? Если это число Будет Там 129 Сколько мне для этого Бит потребуется? Больше Да? Я думал Там А нельзя вычитывать Ну, просто можно На что-то поделить Или умножить Или на это Помоги Ну, по сути Подмогу Можно шаммножить Ну, если что-то Почти на зону Светковый То есть Уперация Да Множить Ну, и ты так само Доносишь Это Что-то Число Что-то Что-то Мы на Вечном виде Вдет Да Да Не надо Множить Есть Светковый Систем А если вы в фотошопе Працювали Знаете Там Коля показывает Такая решивка Это по суті Теж Якое число На каком изображении Это двойковое Вдображение Это Два числа Одна или один Это десятковое Если вы Девятый Десять Числи Если вы Девятый Двятый Это Шестнадцатый Ну, там Я вижу Яку придумаешь Чому суть? Двойковое Вона огромная А шестнадцатого Вона уже Будет Менше Если хочешь Лучше Хорошо Цепь Мы жимаем Данную Жимаем И ставим Данную Да Джава вам Ну как Сразу оно вам не говорит Строго Сколько бит Будет выделять Оно вам позволяет Создать Какие-то Ячейки В памяти И в них Вы можете Засунуть Числа В определенных Диапазонах И поэтому Вот эти Данные Они будут Различаться По разным Типам В Джаве Их Восемь Это Примитивные Типы Данных Сейчас Мы их С вами Рассмотрим И сколько Они памяти Занимают То есть Типы Данных В Джаве Они бывают Примитивные И ссылочные Пока Мы с вами Смотрим Примитивные Почему Примитивные Потому что Они Самые Обыденные Самые Простые Часто Использованные Какие Они бывают По виду Интеджер Это Целочисленные Типы Флойтинг Пойнт Число С плавающей Точкой То есть Это 1,135 Допустим Вот такое Ну и Подразряд Другие Если Это Интеджер То это 4 типа Данных Либо Байт Либо Шорт Либо Инт Либо Лонг Чем Они между Собой Отличаются Они Отличаются Тем Диапазоном Какие Числа Вы можете Туда Засунуть Вот смотрите Допустим Тип Данных Байт Видно Здесь Или Не Видно Это Целочисленный Тип Данных Он Занимает Место 1 Байт 1 Байт Это Сколько У нас Это 8 Бит То есть Занимает Место 8 Ячеек И по сути В эти 8 Ячеек Вы Можете Записать Число Которое Будет Лежать В диапазоне От Минус Минус 128 До 127 То есть 0 тоже будет Включительных По сути 256 Чисел Для того Чтобы там Приставить Число 5 Вам Потребуется Выделить Память 1 Байт По сути То есть Нам бы По сути Хватило Вот этих Вот Значений Но Мы не можем Так выделить Поэтому Выделяется Еще Дополнительных 5 Ячеек И они Заполняются Просто Нулями Если будет Какое-то Число 129 То комбинации Единичек И ноликов Мы уже Не сможем Воспользоваться Имея только 8 ячеек Поэтому Надо Чуть-чуть Больше Ячеек И поэтому Вступает Следующий Тип Данных Который Называется Шорт Короткий Он Занимает 2 байта И диапазон Чисел От Минус 32000 768 До 32000 767 Не 8 Из-за того Что нолик Еще Появляется Поэтому Чуть-чуть На одно Число Отличается То есть Сюда Тоже Тоже Можем Записывать Числа Довольно Такие Большие Если Нам Нужно Еще Больше Число Записать Да То мы Воспользуемся Интеджером Интом Тип данных Инт Занимает В два раза Больше Чем Шорт Занимает 4 байта Диапазон От Минус Двух До Плюс Двух Миллиардов Достаточно Такой Большой Диапазон В джаве Это идет Тип данных По умолчанию Для математических Операций То есть Математические Операции Которые Умножить Плюсовать Отнять И так далее Они Написаны Для Типа данных Инт Для байтов Шортов И прочих Они Не написаны Все записано Под Инт Почему так записано Допустим Вы берете У вас есть Два байта Да Ну Два числа С типом данных Байт 100 Из И 30 Вы хотите Их Сплюсовать И на выходе Получить Что-то Да У вас Получается 130 А в эту Память Она уже Не влазит Поэтому Трудно А Инт Занимает Такой Диапазон Памяти Который В принципе Для обыденных Целей Хватает С головой Числа Минус До плюс Двух Миллиардов Я не думаю Что вы в жизни Пользуетесь Большими Числами По сути Есть Больше Есть Такой Тип данных Лонг Он занимает 8 байт 8 байт Это 64 бита 64 ячейки Памяти 9 миллиардов Да Даже не миллиардов А 9 На 10 Какой Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да Шесть На 10 Восемнадцатой Степени Ну Многовато Короче Число В зарплатах Это получает Загналивает Это число И все хорошо Зарплату Лучше хранить Конечно В лонг И получать Так же Само Это числа Целочисленные Типы данных Числа С плавающей Точкой Их два Float И double По умолчанию Используется Double То есть Диапазон Памяти У float А 4 байта У double А 8 байт Отличаются Количеством Данных После запятой Да По умолчанию Используется Double Для всех Операций Итак Что у нас хранится Как посчитали цифру Ну там я вижу Ну Просто у меня Писали Реально 1 М9 М6 9 2 1 И по главу Миногики Такого Компьютер Почитал Что можно посчитать Там можно Наприклад 128 127 Мы знаем Что это 8 комминок 8 комминок Можем Запусти 8 одиниц 8 одиниц Якщо перевести 8 одиниц У десяткового Переставлення Это 256 А потім Мы скажем Что мы Одну комминочку Возьмемо на знак Або будет плюс Або будет минус Мы залишаем 7 комминок А 7 комминок Это 122 И мы скажем Від мінус 128 До плюс 127 Чего на 1 меньше Бо 0 Минус Тоже Як число Враховує Є так само Великий Сум В саме Жаль В густовообразном порядке Да Множиш По поводу Других типов данных Это Булевский тип данных Буллин Труфолс Да Нет Сколько памяти Занимает Сколько надо Чтобы сказать Да Либо нет Один Бит Нолик Либо единичка Это в случае Примитивных Если Будет использоваться В референсах Дальше будем смотреть В классах Там уже будет Занимать 2 бита памяти Пока мы рассматриваем Как один Потом символы Буквы Да по сути Буквы Символы Разные Тип данных Чар Занимает Диапамяти 2 байта Диапазон От 0 До 65 535 Это таблица Юникод В принципе Раньше хватало Пока не появились Китайцы Которые Все испортили В чём В чём разница Там 2 байта Используется Чар И 2 байта Используется В шорке А в чём Можем Подовыся В шорке Можно Ведемное Значение А в чаре Ведемное Значение Не Можно Один 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 Обязательно А Якщо Не Можно Один Чар Он Для Симу А Шор Для Чет Симой Мэйн тоже записывают эти единички? Ну да, а это его не нужно, это безручность. Ты же не хочешь брать единичку и позволить ей цель. А в чай уже она будет приходить. То есть оно делается там на подуровнях. Ты сразу будешь получать. То есть оно сделало это в таком виде занимает 4-5 ячеек. 2 байта, да? Да. 16 ячеек. Да, 2 байта и можно записать 6-5 тысяч. То есть это вот такие типы данных, которые есть. В принципе надо их выучить. Какие есть? А, есть еще я забыл сказать. Я выделил здесь void. Это не тип данных. По сути это говорится, что у вас информация не представляет собой типом данных. Мы просто пока сейчас запоминаем это слово. Оно у нас будет дальше появляться. Мы его будем использовать. Это как бы тип данных без типа данных. То есть он показывает с собой пустоту. Прикольно. Да. Ну, мы пока его не употребляем. Оно появится в будущем. Там уже увидим его. Но это не очень важно. Как вообще с этими данными оперировать? Что с ними делать? Давайте попробуем их сделать. Я создаю класс. Как именуются классы? Классы именуются с большой буквы. Никакой кириллицы. С цифр не должны начинаться. То есть такое не канает. Я буду делать это через слэш и потом ставить цифры для того, чтобы они были более-менее в последовательности. В случае просмотра вами этого кода, чтобы вы знали в каком порядке мы писали этот код. Чтобы было проще. То есть первый класс, который мы назовем, назовем его DataType. Я буду писать более-менее быстро. Если печатаете быстро, пишите за мной. Если нет, то просто сотрите на экран, мотайте все на ус. Код весь будет залит в сеть, в видео, все будет. Ваша главная цель это понять, как оно работает. Записать это как бы не надо записывать. Если просто с целью, чтобы оно у вас было, оно у вас так и так будет. То есть я создал класс. Мне надо создать точку входа в программу. Для этого public static void main. И внутри этого класса я буду уже играться, делать свои программы. То есть я хочу, допустим, создать какую-то память и выделить область и засунуть туда какое-то число. Допустим, я хочу создать какое-то число. Что для этого мне надо? Для этого есть определенные правила. У вас есть как бы в памяти, вот мы даже говорили про это, как хранится информация на диске. Если там удалил информацию, то она по сути осталась. Тут то же самое. Вы записываете какое-то число, допустим, либо какие-то данные и вам надо помимо этого числа еще создать ссылку на эти данные. То есть такой указатель на него. Чтобы создать этот указатель, этот указатель еще называется переменная. Что мы должны сделать? Мы должны указать тип данных, которые мы собираемся хранить. Я сейчас хочу хранить какое-то число. По умолчанию это будет у меня int. То есть я пишу int. И потом я должен дать имя своей ссылке, своей переменной, которая будет смотреть у меня на какие-то данные. То есть у меня по сути будут в памяти лежать какие-то данные. И моя программа должна смотреть на эти данные и как-то к ним обращаться. Для этого надо создать какую-то ссылку. Ссылку, переменную. Надо кому-то сказать, как я буду доступаться. У нас всех много. Как я к вам могу обратиться? По имени. То есть по сути я должен сказать, какой тип данных у меня будет храниться. Это будет int, допустим. И дать ему имя. Я могу дать просто имя a и потом сказать, что этому a будут равняться какие-то данные. Как это делается? Я пишу тип данных. Даю ему имя. Ставлю знак равно. Только в программировании равно это не равенство, это присвоение. То есть мы говорим, что переменной какой-то, а тип данных int. Я хочу присвоить какое-то значение. Допустим это у меня будет 15. И ставлю точку с запятой. Таким образом я где-то в памяти выделил место, выделил под него 4 байта, записал туда число 15 и могу к этому числу 15 обратиться через это значение a. То есть как вы должны инициализировать свои переменные. Я в скобочках тут напишу правило такое. Первое это вы указываете тип данных. Дальше вы указываете имя переменной. Потом ставите равно. То, что пишется в таких треугольных скобках, это вы выбираете какое указать. То, что без них, то есть равно в любом случае. Ну и тут те данные, которые вы хотите и точкой запятой. Данные должны как бы тоже помещаться в диапазон, который вы храните. Видите вот этот код, что я здесь написал? Он у меня сереньким подсвечивается. Это называется комментарий. Компилятор, когда будет обрабатывать наш java файлик, переделывать его файлик класс в bytecode, он не будет воспринимать этот текст как часть кода. Это делается по метке для вас. То есть вы можете писать какую-то программу и объяснение к ней написать. Делайте через такие вот комментарии. Комментарии бывают разных типов. Вот этот однострочный комментарий. Чтобы его сделать, надо сделать два слэша. И все, что будет в строке после этих двух слэшов, компилятор не будет воспринимать как часть кода. То есть пишите любые пометки, послания вашим последователям. Как только заканчивается строчка, все работает. Даже если вы захотите сюда поместить код, он не будет работать. Там пробел есть? Да. Пробелы есть. То есть если я поставлю тут два слэша, этот код сразу станет серым. Он не будет виден. Как сделать быстро? Выбираете строчку control slash. Сразу комментируется. control slash. Я скину видео там, где по hotkey 45 минут все рассказывается. Но чуть-чуть попозже. Пока все ручками. Порой бывает надо закомментировать больше кода. Много строк. Допустим, вот этот весь код, да, можно закомментировать. Вначале ставим слэш звездочку. И после того, что ставим звездочку, слэш. И весь код, который будет находиться в этом диапазоне, он не будет виден. Давайте покажу вот на примере вот этому. Слэш звездочка, слэш звездочка. То есть класс у меня будет виден в создании класса. Метод main, все что внутри него, не будет видно. Желательно таким образом комментировать одни и те же самые блоки кода, которые друг от друга зависят. Чтоб у вас не было ошибок. Но это мы уже дальше посмотрим. Возможные такие комментарии. Ну, это на будущее. Смотрим. Создал я переменную a, значение 15. Что я могу с ним сделать? Я могу его банально вывести на экран и посмотреть, действительно ли хранится здесь данные какие-то. Как мы выводим на экран какое-то сообщение? Помним? У нас есть команда. Но эту команду мы... Это первая команда, которая изучается в программировании, вывод на экран. Она должна у вас... В средне ночи будет. System.out.println. И внутрь, помните, мы передавали сюда в кавычках какой-то текст. Да? Я кого хочу вывести? Я хочу вывести какое-то значение. Да? К этому значению... Как я могу доступиться? По какой-то ссылке, да? А имя этой ссылки, это имя переменной. То есть это a. Я, по сути, внутрь метода system.out.println. То есть это тот, кто умеет у меня что-то делать. Я передаю имя переменной. Я передаю сюда a. И он по этой имя переменной доступается к значению, которое за ней спрятано. Если я попробую это все скомпилировать, на экране у меня появится число 15. То есть оно уже записано в памяти. Скомпилировали нам, да? Сразу скажу по поводу именования переменной. Переменные именуются с маленькой буквы. Латинские. И желательно давать им логически правильные имена. То есть что такое a? Ну, в данном случае подходит. Но, допустим, мы будем хранить какой-то возраст, да, записанный. Поэтому лучше сразу назвать age. Тут сразу, видите, мы изменили то a. Это подчеркнулось красным. Надо и это менять. И тут тоже пишем age. Бывает порой таких, такой переменной может быть штук 20, и я ее захотел переименовать. И это выходит, каждую надо поочередно именовать, да? Как это можно избежать? Выбираете, кого вы хотите переименовать. Жмете shift F6. И просто пишите, какое имя вы хотите сделать. Я пишу в одном месте, автоматически в других местах тоже. Как можно еще раз нажать. Указываете где. Файл. Так, сейчас. Упишем. Больше. А, и потом я опять компилирую. По-моему, да? Да. Вы компилируешь? Упишем. Вот. Код. 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 А где она, не через hotkey я нахожусь, Серёга, не помнишь? Шасально. Shift F6, чтоб не нажимать файли или? На кнопку Refactory. Type of Rage. Refactor. Да. Да. Вот я нашёл. Да, и Renay. Ну, долго, нужно. Просто выбираете, Shift F6 и всё. В Refactory можно и так, но это долго. Таким же самым образом вы можете переименовывать названия классов, названия пакетов. То есть, видите, все эти названия пакета используются у меня здесь, в именовании. Если я его переименую, то приходится переименовывать ещё и здесь. Через Shift F6, Refactoring, мы изменяем его во всех строчках, где он встречается. Программа, она видит это. Какие типы данных мы ещё помним? Byte, да? Допустим, я хочу записать значение 127. Всё хавает. А если 129, не хавает. Ну, не подходит. Оно говорит, ты хочешь в Byte записать int, большее число. Типа, ну, не влезет оно. Ты сделаешь ошибку. То есть, я могу дальше продолжать вот здесь писать всё это, например. Да. Поэтому в Byte мы будем записывать какие-то более мелкие числа. Какие ещё у нас есть типы данных? Довольно-таки большие числа, да? Можно записать. Но оно подчёркивает, что надо сделать. Надо поставить в конце букву L. Либо маленькую, либо большую. Я пишу тут комментарий. Либо большая, либо маленькая. Для чего? Потому что long занимает 8 байт памяти. Это довольно-таки большой кусок. И программа говорит, ты уверен, что ты хочешь такое число большое хранить? Ты говоришь, да. Я уверен, что это должен быть long. Поэтому ставим L. Что у нас ещё есть? Целочисленный short. Если я захочу создать, допустим, переменную short с именем age, я не смогу это сделать. Почему? Потому что вот эти вот все имена, они уникальны. То же самое, когда вы пытаетесь в папке создать два файла с одинаковым именем. Оно говорит, нельзя так делать, у вас уже есть такой файл. Вы либо его можете заменить, либо создаете с другим именем. Почему? Потому что это ссылка на ваши данные. Если у вас будут две ссылки одинаковые, они будут между собой путаться. Поэтому вот так вот делать нельзя. Имена переменных должны быть уникальными. По поводу числа в плавающей точке. Либо флот. Да. С флотом то же самое. С флотом то же самое. Самая ситуация, как и с лонгом. По умолчанию мы просто используем числа с плавающей точкой double. Поэтому вы должны сказать компилятору, что вы в курсе, что вы хотите записать данные во флоу. Поэтому ставите в конце F. С double такой проблемы нету. Дабл. Все. Замечательно. Пропускает. Потом. У нас остался еще чар. Допустим. Как поместить данные? Чар помещается внутрь скобок. Одинарных. Точнее кавычек. И внутри пишите символ, который вы хотели поместить. Хочу поместить символ F. Если попытаюсь вывести его на экран. Появляется у меня F. Все good. Дальше что мы еще можем с вами сделать? Остается у нас один тип данных. Boolean. Да? Какие типы данных? Ну, что мы, какие значения можем поместить сюда? Их два. Либо true. F. Либо fold. Подчеркивает красным. Говорит переменная B уже определена переименной. Переименуем в bool. true. Все работает. Отзывем это boot2. Если попросим вывести на экран. Запускаем. Выводится 15, F и true. Программа идет, работает сверху вниз. Создается число 15. Выводится на экран. Вот. Какая-то переменная 13. Long. S. Дальше исполняется. Создали символ F. и попросили вывести его на экран. Вывелся. Дальше. Создали две переменные булевского типа. И одну из них вывели на экран. Вот она. Ну и программа закончилась. Выход 0. Значит без ошибок. Это как бы основные типы данных, которые существуют в java. Как они между собой могут взаимодействовать. По сути представьте, у вас есть два стакана. Один на 100 миллилитров, другой на 200 миллилитров. В том, что в 100 миллилитров вода доверху заполнена. Вы же свободно можете взять эту воду и перелить в стакан побольше. И никакие, ну вода не потеряется. Она как была 100 миллилитров воды, так и останется. Посмотрим в другую ситуацию. Стаканчик на 100 миллилитров, стаканчик на 200. Только в данном случае заполним уже стаканчик на 200. Перелить в 100 миллилитров уже все не получится. Мы теряем воду. То же самое с данными. То есть если у вас данные хранятся в типе, который занимает меньше места, вы можете их перебросить в той тип, который вверху по иерархии стоит. То есть если байт, который занимает один байт памяти, можете поместить по сути как в short, так в int, так и в long. Если это уже short, то вы в байт его не засунете. Ну во-первых он не даст, я так понимаю, да? Да, я покажу, но это можно обойти. То есть по сути я покажу как это все сделать, но это опасные операции, поэтому пройдем это. char может быть засунут в int. int во float, ну тут потеря данных. Если идет пунктир, это значит, что некоторая часть данных теряется. Там свои нюансы идут. int свободно засовывается в double. Давайте посмотрим на практике, как это происходит. его можно засунуть в double, но тут стрелочка не указана, так больше никуда. Я создам новый файлик. Alt insert, либо правая клавиша, номером его 2. Назовем его datatype casting. Не забываю создавать public static void main. Допустим у меня есть переменная типа byte, там записано число 25. Я хочу создать переменную типа int и присвоить ей значения, которые хранятся здесь в b. Я просто делаю вот так вот. Я говорю, что теперь у меня в переменной i будут храниться те же самые данные, что в переменной b. то есть это можно проверить выводом на экран. Я прошу показать, какие значения у меня спрятаны в переменной i. Ну и показывать 25. Все сработало. Можно. Можно. А если я захочу сделать чуть-чуть наоборот. Допустим у меня будет такая ситуация. У меня будет переменная типа int. Ну и хранится в ней число будет 270. Да? int i2 будет равняться 270. Я хочу создать какую-то переменную типа byte и присвоить значение i2. она мне подчеркивает, говорит, не подходит. Ты в byte хочешь засунуть int. Не канает. Ну в принципе это правильно. Да? А если будет такая ситуация, какой диапазон чисел возможно запихнуть в byte? Помним? От минус 128 до 127, да? Я допустим хочу число 15. Оно ж физически влазит, да? в int. 15 сколько занимает? Пару ячеек на байта подойдет, да? И мы как бы в байт его можем запихнуть. Но все равно Java говорит, это не безопасно делать. Но вы говорите, я точно уверен, что данные, которые хранятся в int, они подойдут под тип данных byte. И это можете поставить в скобочке перед переменной i2, да? который равняется int, и сказать, что я хочу их все равно перевести в тип данных byte. Эта операция называется кастирование. То есть вы обрезаете тип данных, который получаете, в вашем случае это int, вы его обрезаете к типу данных byte. То есть просто физически у вас, как это выглядит наглядно, у вас есть ячейка int, которая состоит из 4 байт, да? 4 байта это сколько? 32 бита. И у вас тут записано число 15, да? Там какая-то образная. Двойку пытался. 1. А все остальное будет, в принципе, заполнено нулями, да? Что такое кастирование? Вы берете этот кусок кода и просто его забираете. Все остальное вы обрезаете. И данные, которые хранились здесь, они теряются. В нашем случае число 15, оно свободно влазит вот эти вот 8 ячейки. Нам не страшно, если вот эти вот ячейки будут обрезаны. То есть все good. Это делается таким образом. Вот вы берете int и обрезаете его к байту. Вы говорите, что я из того числа, которое у меня было, я хочу оставить только 8 ячеек, 8 бит, которые занимает этот байт. А зачем? Ну вот так вот захотелось. Ну порой надо. Ты знаешь, что зачем мне хранить данные в 4 байтах, если я могу схранить их в одном байте. В смысле в том, что я освобождаю байт? Ну да, своего рода так и есть. Но порой эта операция не совсем безопасна, потому что вместо нулей здесь тоже могли храниться какие-то данные. Если это число допустим 150, то тут данные. В случае, если тут были данные, они обрезаются и на выходе мы получаем уже не 150, а та комбинация, которая здесь была написана. Как это можно проверить? Давайте попробуем вывести это на экран. B2, да? Вывести должно 15. Все круто. А если у меня будет, допустим, тут записано 150? Минус 106. То есть, минус 106 выглядит таким образом, что вот эти 8 ячеек, что остались, они представляют собой в десятичной системе минус 106. Поэтому, ну, такие вот операции. Поэтому это называется кастирование, с ним надо быть аккуратным. Можно, ну, поплатиться за это, потерять как-то данные. Такое можно делать не только между int и byte, ну, между разными типами, которые идут не по иерархии возрастания. То есть, вот видим это. То есть, можно так же само из лонга получить byte. Ну, ну, вы должны быть уверены, что там данные хранятся в диапазоне byte. Иначе вы просто вылетите за диапазон и получите совсем не то, что надо. Это по поводу кастирования, то есть, приводение типов. Из меньшего в большее можно, из большего в меньшее нежелательно. То есть, Java вам это запрещает, но в случае, если вы делаете кастирование, это вот обрезание явное, вы можете так делать, но это уже идет все на ваш страх и риск. Ну, и раз мы рассматриваем какие-то типы данных, те же самые числа, да, с ними можно что-то делать, как-то взаимодействовать между ними. Это операции типы данных, они бывают разного вида. Бинарные операции, бинарные операции, какие-то взаимосвязи, логические. Давайте сейчас начнем с вами рассмотреть бинарные операции. Что это такое? Бинарные операции, это операции между двумя переменами, по сути, двумя, трима и больше. Со школьного стандарта, помним, это у нас плюс, минус, да, умножить, поделить. Как это выглядит? Мы сегодня начнем, завтра продолжим, чтобы вы чуть-чуть отдохнули. Я, допустим, создаю переменную int i, которая равняется 35, и создаю переменную int b, которая равняется 7. Я, по сути, могу их между собой сплюсовать. Могу? Могу. То есть я могу сделать так. i плюс b. Но джаве не нравится. Она говорит, ты молодец, ты сплюсовал это все, но что мне делать с этими значениями? Тебе их надо куда-то записать. Куда мне их записать? Я создам еще какую-то переменную int, назову ее result, и присвою ей те значения, которые получатся в результате сложения двух переменных i и b. По сути, в результате мы его должны получить 42. Можно это проверить. Все про канала. Все работает. То есть это у нас edition. Какие еще операции помним? Да, умножим. Я могу и умножить на b. То есть и умножить на b. Все стандартно. Звездочка. Ну и плюс данные надо куда-то записать. Мы можем создать новую переменную int result2 и присвоить сюда. Либо мы можем воспользоваться предыдущим result и перезаписать его. То есть в этой строчке кода мы его перезатираем и записываем новое значение. Если мы попробуем вывести его на экран, у нас будет два вывода. Программа идет работать. Первый вывод на экран. Потом result перезаписался и вывелся на экран. Вот этих данных уже не существует. То, что было 42, они перезатерли. То есть мы нашу ссылочку сказали, что она теперь равняется другому значению. Переменной. Ну, можно новую. Ну, просто как вариант использовать. То есть есть такая возможность? Ну, я просто представлю, чтобы не переписывать, не выводить новые данные. Ну, не, просто мы сейчас говорим, как можно делать, что можно, что нельзя делать в Java. А потом уже будем это применять более на таких глобальных вопросах. Сейчас мы рассматриваем такие базовые вещи. Что еще можно? Можно отнять, да? Следуем. И вот так. Значит, все работает. Ну, и самое интересное, это деление. Оно чуть-чуть специфическое в Java. Ну, и самое интересное, это деление. деление в java есть два двух типов целочисленное и остаток отделения что это означает давайте на примере покажу будет более явно целочисленное деление делается таким вот образом обычный слэш делится тут мы там 5 должны получим все круто давайте изменим тут поставим не 35 а поставим 37 все равно получаем 5 что это означает то есть мы берем число 37 делим его на 5 это будет эквивалентно такой операции 37 пятых да равняется 7 целых 2 5 правильно если мы используем такое вот деление целочисленное то мы в результате будем иметь только целое число что такое остаток отделения чуть-чуть похожая операция но в итоге как она пишет целочисленное остаток отделения знак процента то есть я хочу получить остаток отделения b и поделить на b ну и проверим сколько это будет равняться это равняется 2 то есть у меня есть 37 поделить на 5 точнее тут уже в таком вот да представлении будет эквивалентно 37 пятых либо 7 целых 2 пятый выводом результата уже будет не семерка но вот это вот двойка то есть когда вы играете с целочисленными типами вы не можете в выводе получить либо значение с точкой ну с плавающей точкой да вы должны получить целое число и в зависимости от того какое число вы хотите получить либо целое либо остаток вы пользуетесь двумя разными операторами либо этим либо этим ну такие вот вариации как можно использовать вот этот вот оператор допустим проверить является ли число парным или не парным допустим у меня есть какая-то переменная типа int number назовем ее оно будет равняться 333 да порой мы будем получать числа и не знать то есть не видеть данные которые в них хранятся точнее не числа а переменные тут мы явно видим что оно равняется 333 а порой вследствие каких-то операций оно может так ну не получится ну вот смотри допустим у меня тут прошло ряд математических операций да и вот я вот хочу в данной точке кода посмотреть результат у меня будет парным или не парным числом да как это можно проверить я создам переменную int назову ее из pair чему она будет не равняться я возьму свой result поделю его остаток отделения на 2 да если число парное то какой будет остаток отделение на 2 чему будет равен 8 вторых 4 целых 0 вторые то есть любое число какое бы оно парное не было если поделить остаток отделение на 2 вывод будет 0 то есть если мы выведем на экран то есть из pair в этой строчке кода да это мы закомментируем чтобы оно не выводилось то есть то есть 1 число не парное если возвращается 1 почему потому что тут какое число вывод был 5 5 не парное если мы поместим эту строчку кода чуть-чуть ниже тут остаток отделения мы тут получали по моему 2 и мы можем проверить 2 парное или неправильное в итоге получим 0 но это уже надо оперировать будет буллицкими операторами и так далее чтобы был более красивый вывод как это проверить таких сравнить между собой мы это завтра рассмотрим сейчас пока мы с вами шоу эти вот операции все потренируйтесь дома посоздавайте свои переменные как-то их туда-сюда поперегоняйте вот это отделение попробуйте определиться с ним да чем отличается отделение флешем отделением флешем как это можно говорить и Продолжение следует...